здорово бандиты или бандитки короче кто меня смотрит не знаю это мой первый влог я буду очень рад твоей подписке потому что многие заходят смотрят я сам так делаю смотрю без подписки но для ютуба это важно поэтому там чё колокольчики лайки подписки все погнали в этом году я для себя открыл кавказ раньше я там по сути никогда не был я был в сочи в абхазии но вот именно на кавказе меня к сожалению не было и поэтому сегодняшний первый мой влог на этом канале про путешествие именно будет с дагестана надеюсь вам будет интересно надеюсь я все подробно расскажу будут вопросы пишите в комментарии я с удовольствием на все отвечу как мы оказались вообще в дагестане меня позвал рамиль ахтареев рифман сурыч мой хороший близкий друг мы с ним были уже в стамбуле где короче мы только не были путешествовали вечно мы с ним отправляемся и всегда это весело в этот раз естественно тоже я не отказал конечно же говорю поехали первым же делом позвонил айдару это тоже мой друг этим людям которые там будут рамире 40 исполнилось этому 39 короче старикашки вообще ужас я не знаю как я с ними ходил но не суть короче айдар боится высоты рамиль просто клёвый веселый парень но в те целом клёвые веселые мы отправляемся в аэропорт итак друзья мы вылетаем в дагестан с карты дагестана вот здесь взяли одежду тоже дагестанскую сейчас покажу с кем летим до 1 пассажир здравствуйте айдар зовут айдар как можно почаще и погромче очень круто то что у нас с уфы можно долететь практически в любой город россии особенно крупные сегодня мы летим в махачкалу этот пассажир тоже стали ранее смотрите айдар лайфхакер во первых раз во вторых да и покажу изобретение ты точно нобелевская премия да и летишь получать это смотри он специально сумка это все моё делите кто в каждом месте вот так вот учишься в самолете вы смотришь на другие при никого и втором наверно еще научился воде здесь повторить второй старпёр сидит сейчас стажировку проходит он же в этот сторожем до охранником хочет устроиться на стоянку кому надо взлетаем он сказал 300 здесь надо сделать небольшую пометку мы прилетели в последний день месяца рамадан священного месяца мы тоже держали у разу прилетели туда голодные как говорится и к сожалению мало что было открыто мы только успели покушать в одной кафешке давай какой план повезут нас к списка там мы поедим по ифтарим а потом едем в горы сегодня ифтар проставляется у нас айдар поэтому мы сразу много заказали наверное отсюда выходить не будем пока будем сидеть и кушать до последнего нам это выгоднее кажется чем в тур ехать каникулы в дагестане я правда очень сильно наслышан был про дагестан то что он гостеприимный нереально то что там классные добрые люди но когда я оказался там первым делом нас встретил сирожидин это очень крутой гид который нас сопровождал все это время и он нам сразу сказал турист забываем туристы тоже забываете вы для меня первую очередь гости спасибо спасибо мы проведем с вами действительно у меня в родом ауле в родом доме и все остальное еще много интересного у нас праздник теперь у нас еще день борозды будет 12 14 в ауле это тоже хотел бы чтобы вы увидели я постараюсь чтобы это тоже короче самый главный прикол который я свою с дагестана это то что многие люди думают что дагестан это не россия и мне многие в инсте писали типа а туда нужен ли загранпаспорт да чё там люди писали мне мама даже спросила типа а это за границы типа дагестан или это где-то что такое типа люди что творится учите географию и моё дагестан это россия отвечая на самый популярный вопрос моем инстаграме мы ехали ночью до локации гор поэтому мы ничего не видели вся дорога была в темени мы просто не могли ощутить ту красоту когда приехали мы просто заселились в домик легли спать на утро проснулись а там красоте и итак мы уехали далеко в горы заселились вот в такой вот красивый домик здесь рамиль ходит во первых вторых вот здесь будет красивый горы такого дом это второй этаж нашего домика здесь вот двухспальная такая кровать здесь вот еще можно лечь спать завтра вот оттуда будут горы здесь проживает около 150 семей и в целом мы еще не видели красоту завтра посмотрим ее поэтому всем спокойной ночи что друзья привет это второй день в дагестане мы сегодня проснулись закончилась уроза мы протиснулись на утренний намаз прочитали и потом уже 2 легли спать проснулись уже в 8 утра и так мы живем я вчера обещал показать виды поэтому сегодня раз два три балом прикиньте вот мы живем вот в такой красоте там вот наш домик я потом покажу вид из домика и вот мы сюда вышли прогуляться просто масштабы здесь мы будем жить пару дней отсюда будет у нас отправная точка нашего маршрута тура и кстати вот здесь я нахожусь на склоне вот чтобы понимали вот абсолютно не страшно почему ты как-то чувствуешь себя очень спокойно причем самое интересно что айдар сильно боится высоты смотрите залез на на край а он очень боится высоты пойдемте послушаем его оправдание на этот счет потому что даже на самолете боится летать а здесь вон залез айдар пару вопросов вот ты боишься высоты да сейчас стоишь на обрыве причем сам сюда залез вот скажи почему ты здесь не боишься высоты хотя вчера ты сильно боялся когда в машине ехали здесь же сам контролируешь а там сам не контролирует а ты боишься высоты там где нет твоего контроля да я не задумывался по поводу этого вопроса сейчас сказал мне стало шикотно а старзанки сиганешь конечно же нет конечно не хочу запечатлеть этот момент сегодня 10 апреля 2024 года и я думаю что в скором времени вот сильно недооцениваем вот такие вот местности потому что вот какая швейцария ну посмотрите вот здесь вот жить ну это же просто сказка и вот лет через десять через 15 возможно здесь будет недвижимость земля наверное на уровне там всяких куршавелей ну наверное может быть но уже будет дотягиваться потому что сейчас может быть это еще не так дорого стоит и здесь все очень локально аула держится своими семьями но я вот предпущаю то что такой интерес со временем появится напишите в комментариях если тоже так считаете возможно я ошибаюсь если кто-то есть из местных напишите потому что вы больше знаете менталитет и вы больше понимаете будет так развиваться или нет посмотрим здесь сейчас развиваются такие глэмпинги афреймы это конечно несравнимо с нашими посмотрите где-нибудь в башкере например но там в уфе под уфой и вот здесь вот афрейм вот такой и вот такой вот вид мы спросили вот эти домики еще пока не сдаются но они будут сдаваться по 7000 за сутки неважно выходные будни но красота в таком конечно месте да прикольно просыпаться сразу на обрыве сказка айдар не страшно видите даже айдар от красоты не может просто даже бояться я не перестану удивляться насколько мир все-таки маленький потому что мы прилетели в дагестан нас увезли далеко далеко в горы там мы приехали в один дом просто вот вот представляете это 4 часа от махачкалы это очень отдаленная местность где-то в горах далеко далеко мы приходим в случайный первый попавшийся дом условно для нас незнакомые люди абсолютно и там выясняется то что у нас есть общие знакомые каким-то чудом их родственники работают в нашем городе и мы созвонили с ними по видеосвязи ассаламу алейкум с праздником вас и вот сейчас идет созвон с праздником вот я даже не могу это объяснить насколько я был поражен этим гостеприимством мы кушали разговаривали это абсолютно было бесплатно быть но вы только послушайте что сами местные жители говорят про гостеприимство дагестана у нас будет у нас не золото нет деньги не дом не машина это не считается нас считается самый главный эту гость чем дороже гостей у нас ничего не было после того как мы покушали мы собрались пошли в горы и там просто лазили гуляли и было нереально и страшно и весело и интересно мы поехали в горы стал между нами он не преграда для нас рады на свете для нашей любви сейчас короче выходим для красивых кадров это рождается вот так давай не отвлекайся иди аккуратно аккуратно айдар как тебе ощущение айдар боялся высоты в итоге в психа после посещения гор мы поехали полу просто покататься на машине сходить в мечеть и в целом посмотреть местный колорит а тебя как зовут давай вот так выглядит обычная мечеть в ауле очень даже красиво очень красиво ох ты вот это я сразу не увидел мы пришли снова в этот дом но теперь уже на ужин ладно это третий день в дагестане на третий день мы поехали в село гунип это тоже нереально красивое место там меня поразили две вещи первое это обязательно посетите то место с которой писал картину айвазовский аул гунип вот такую вот картину вот целостную картину природы вот этого всего сочетания никогда не видел честно нереально красиво вот сейчас покажу вам кадры вы просто даже близко не поймете насколько это красиво вживую только посмотрите какой вид скажите раз сказка именно с этой точки была написана знаменитая картина про гунип самого айвазовского второе место это кафе это кафе получается с прекрасным видом и туда пришли у рамиля было день рождения в этот день ему как раз исполнялось 40 лет его там поздравили там очень вкусно кстати по кафешкам я отдельно расскажу но вот в этой кафешке прямо туда надо сходить обязательно и кстати туда классно посетите и и вот именно в утреннее время мы сегодня пришли на завтрак правда я вспомнил то что виду блок свой уже концу завтрака поэтому все сидят уже наевшиеся вот таким вот видом и если будете в дагестане обязательно приезжайте в кафе адат называется невероятно вкусно отвал башки вид какой летом он там он можно сидеть прямо еще ближе к горам короче сказка и кипяток и заварник сразу льется да спасибо большое это очень неожиданно приятно все ура с днем рождения тебя брат это от нас большой такой от души спасибо большое кстати мы прилетели как раз в конец месяца рамадан и поэтому все было закрыто никто не работал поэтому мы взяли шашлыки взяли мясо и пришлось нам самим готовить то есть кафешки кофейни ничего не работало все были дома все были со своими родными и близкими от этого может быть даже кстати и круче получилось потому что мы искали возможности пропитания там или еще что-то самостоятельно и это круто сегодня выходной часть праздником все кафешки закрыты и поэтому мы взяли 3 килограмма и сейчас будем жарить с таким прекрасным видом я сам по себе очень люблю разнообразить свою жизнь я конечно не прям супер смерчак но при этом я когда есть какая-то возможность там ну испытать адреналин я обязательно туда иду короче в этой поездке я прям по максимуму взял с дагестана первое что я сделал это прокатился на зиплайне там короче есть два зиплайна надо идти на тот который повыше потому что у него трос длиннее там что-то один километр сто метров вроде но вы поймете там где много очередей там круче всего поэтому на зиплайне прям супер советую я прокатился мне понравилось второе это я прыгнул получается даже не знаю как это не старзанки то я короче сидел и опустили моё очко она настолько сильно сжалось что я просто с ума сходил короче от этого потому что было настолько страшно весело и круто одновременно что я получил большое большое удовольствие и третье это конечно же по катушке на катере там мы с друзьями вообще сильно кайфанули понятно что я намонтировал видео там ну немножко как сказать подыграли мы это чтобы вот настолько экстремально на самом деле там были настолько страшно это вполне спокойной покатушки но при этом один раз айдар вылетел короче мы так сильно ржали нафиг дагестане нереально вкусная еда я еще раз повторюсь и самая наверное фишка это раф сурбичом если будете в дагестане точнее вы обязательно должны поехать дагестан пейте раф сурбичом это нереально конечно калорийная бомба но такая вкуснятина блин пальчики оближешь также мы были на форелевой ферме это тоже прям советую посетить безусловно там классные рестораны вот там наверное одна из самых вкусных кухонь была потому что они там все выращивать все натуральное и также при тебе все готовят друзья у нас завтрак такой форелевой с вот таким шикарным видом ресторан здесь бомба по напиткам раф айс с мороженым сурбичом это вкуснятина неимоверная наверное по красоте меня конечно поразил больше всего суакский каньон вот летом говорят там еще такая зелень и это так становится красиво просто мы были в такой красоте но если это посетить еще и летом я думаю вы просто с ума сойдете и так мы на каньоне виду каньон там лодка катается тоже на ней будем кататься на катере сказка просто не верит за своим глазам также мы были в дербенте там я практически вообще мало что снимал здесь будет небольшие кадры ну этот город сто процентов надо посетить потому что он один из самых древних городов мира вот сейчас они борются за то чтобы доказательство того что стать самым древним городом мира сейчас он является самым древним городом россии там находится самый древний действующий мечеть на территории россии поэтому есть что посмотреть очень крутой туристический город советую сходить вот как раз таки в башне сходить на экскурсии это все стоит недорого на самом деле это же там очень вкусная еда море чистое пляжи можно гулять ходить мы ну кто-то купался кто-то не купался у нас такие моржи закаленные вот но если вы будете летом я думаю там можно спокойно купаться к сожалению в этом в зимнее и в весеннее время это будет проблематично для обычного человека мы приехали в славный город дербент забрались вот сюда на башню здесь смотровая там каспийское море это сам древняя действующая мечеть в россии мы приехали на легендарный экраноплан который находится неподалеку с городом дербент давайте посмотрим под него можно зайти здесь кстати вокруг строится парк обалдеть просто какая-то космическая штуковина офигеть это что-то из фильмов про будущее как будто ну и в заключение я хочу сказать сколько мы потратили на поездку во первых давайте вот здесь вот себе выписал короче в общей сложности мы были пять дней за пять дней где-то выходила 3000 в день на жилье 2000 рублей на еду 1000 рублей но на всякие вкусняшки 50000 с человека у нас стоил тур вместе перелет 21000 туда и обратно с человека и того ну примерно 100 тысяч рублей это вот стоит посещение на одного человека примерно на пять дней с кайфом отдохнуть в дагестане классно провести время познакомиться с новыми людьми друзья спасибо большое за просмотр очень приятно мне для вас делать контент поэтому пожалуйста оцените его напишите в комментариях чего бы добавили чтобы исправили потому что я сам по себе человек такой что я снимаю вертикальный контент для меня горизонтальный контент очень сложно по ходу если этот формат вообще найдет своего зрителя я куплю экшен камеру с которой будут снимать влоги и вообще проговаривать все именно в момент эмоций поэтому напишите в комментариях как вам если да то но я покупаю все пока